Донецкие горловки С тремя детьми два месяца просидела под обстрелами из градов. Когда вывезла семью в Артемовск, едва нашла жилье. Чтобы снять квартиру, мы заплатили 500 гривен риэлторам. И больше тысячи в месяц я оплачиваю жилье свое. Никаких льгот для нас тут нет. Все на общих условиях. Вот дети у меня первый и второй класс в школу ходят. Ну, все на общих условиях. Питание платное у нас. В больнице, также сама лекарства, все платные для нас. Льгот для нас никаких нет. Таких матерей, как Светлана, в Артемовске сотни. Они рады любой поддержке. Ежемесячно женщинам выдают детские наборы гуманитарного штаба Рината Ахметова. Анна из Дебальцева начала получать помощь с первых дней пребывания в городе. Каши, манка. Пирожки хорошо, да? Да, кушают пирожки нормально. О, хлопья. О, это вещь. Детские наборы поделены на две категории. От рождения до года, где в пакет входят еще и подгузники. И от года до двух, в который добавляют овсяную кашу. За таким набором пришла Анна. Женщина бежала из горловки беременной. Малыша родила уже в Артемовске. На квартире живем, получается. У нас три семьи. Теснимся. И мы на помощи как больше живем. В штабе Ахметова говорят, особое внимание уделяют именно детям Донбасса. По статистике 60% беженцев это женщины и дети. Поэтому особое внимание гуманитарный штаб уделяет именно этой категории наших земляков. Как вы знаете, по личной инициативе Рената Ахметова действует особая программа «Поможем детям», которая помогает нашим маленьким землякам, малышам от рождения до двух лет. Детские наборы выдают также семьям в Славянске, Мариуполе, Краматорске, Старобельске, Северодонецке и других населенных пунктах, где компактно проживают переселенцы. Волонтеры штаба Ахметова уже раздали более 130 тысяч пакетов для детей. Штаб в дальнейшем будет помогать семьям с малышами. Юлия Меншакирова, Наталья Малерчук, Валерий Рябченко, Владимир Конопля. События. Канал Украина.